Друзья, всем привет! Я традиционно хочу показать, что я купила на стокман распродажи из продуктов. Хозяйственные товары в этом году я не покупала. Одежду я традиционно не показываю, что я покупаю. Правда, сейчас видео запоздало, потому что прорва болезней просто была. Поэтому уже извините, что немного не по времени, но зато покажу, что я купила и какие цены были. Так, чипсы остренькие. Показываю такие. По чеку они стоят 170 рублей. Сейчас поближе буду показывать. Судя по названию, чипсы турецкие. Буду вам доставать из пакетика, как лотерея. Самое дорогое из продуктов, это было кофе. Вот это, покупаю я его второй сезон. Кофе британский, из арабики, с добавлением ароматизаторов. Здесь, значит, ароматизатор черри шоколад. Баночка маленькая, всего лишь 50 грамм. И стоит оно, он, точнее, меняюсь. И стоит он 590 рублей. В том сезоне я покупала такую же баночку, только с другим вкусом, с орехом пеканом. Честно вам скажу, с орехом пеканом гораздо вкуснее. То есть у него реально какой-то, ну, такой ореховый вкус. Кошка решила понюхать. Ну да, вкусненько пахнет, да, Люся? Так что вот таких вкусов там очень много. Ну, штук 6-7 разных. Вот, решил попробовать такой, но он очень химический. На самом деле, кроме меня, никому больше не зашел. Следующее. Это устричный соус. Фирма Мерки. Если не ошибаюсь, это что-то было прибалтийское. Этой фирмы сейчас достаточно много в Стокманах представлено. Здесь есть сразу на этикетке, на русском языке, информация. Вот такая вот бутылочка. У нас стоила 180 рублей. Я когда увидела цену, сразу как-то вспомнила, что мне казалось, что устричный соус стоит подороже. И реально я потом посмотрела, даже за 350 рублей есть. И он достаточно, ну, такой редкий, не везде продается. 280 миллилитров. И так рассказываю, 180 рублей на распродаже Стокман в 2024 году. Так. Еще пока не пользовалась. Дальше я вытягиваю шоколадку с цитроном. Такую я уже брала в будущем сезоне. Она, как мне показалось, немного подорожала. Стоит 200 рублей, 100 грамм. Была, мне кажется, где-то рублей 180. Но она действительно вкусная. Вкуса было несколько. Была с малиной, но с малиной я брала не такая она прям вкусная. С лимоном необычная. Еще был какой-то третий вкус, но я решила, что возьму только эту. Так. Произведено в Австрии. Ну, достаточно интересно. Все-таки. Пробовать. Хотя бы это австрийский продукт. Так что я ошиблась с Прибалтикой. И, наверное, даже хорошо. Все-таки Стокман это европейский магазин. И если их покупать, то что-то такое импортное. Так. Далее у нас по списку. Это помидоры протертые пиацели. Вот такая вот банка. Достаточно большая. Стоит 300 рублей. Ну, то есть реально я считаю, что... Вот что-что. Для вот этих вот томатов это недорого. Здесь 690 грамм. Это классические томаты. Ну, по итальянской технологии. И реально произведено в Италии. Если я не ошибаюсь, были еще с каким-то вкусом. Но мне не понравился цвет. Как выглядел. И что-то как-то... Какие-то жидкие. Вот. И я не стала брать. Также у нас был еще батончик. Это я вот так чеки показываю. Стокмановские. Сумма продуктов. Вот. 1660. И еще плюс чипсы за 180. Вот считайте. На 1800 рублей. Вот это все. Был батончик, но мы его съели. Он стоил... Фазер 140 рублей. Так. И последний у нас... Хлот. Если так можно назвать. Последняя покупочка. Это фирма тоже. Опять вот это Мерки. Это джем. Джем 290 грамм. Вот джем я никогда не покупала. Апельсиновый джем с цедрой. 280 грамм. Стоил 250 рублей. Ну, в принципе, в магазинах есть джемы и дороже. Так. Но здесь производитель Санкт-Петербург. Поэтому я не знаю, вот как по цене определить. Также здесь 23 год. То есть, может, и личненько. Уже будет... Сколько? Уже будет 2 года джему. Не знаю, где столько времени он был. Вот. Тем более, учитывая, что он российский. Может, его мало покупали. Так, вот так выглядит. Так что будем пробовать. Напоминаю, что стоил он 250 рублей. И все вот эти вот покупочки у нас вышли на 1800 рублей. И не хватает только батончика Фазер, который мы купили и съели. Напишите в комментариях, как вы считаете по ценам вообще, как эти продукты. Устричный соус, протертые помидоры, турецкие чипсы, австрийская шоколадка. А, соус итальянский. Британский кофе. И фирма Мёке это производит в России по чьей-то технологии. Возможно, даже финской. Не помню, не могу точно сказать. Все. Всем спасибо за просмотр. Жду в ваших комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok